МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лопнувший шарик, обертка от конфет отправляется 4-летним Марком в специальный мусорный пакет для пластика. Мама рассказывает, учит детей разделять мусор на сорта в буквальном смысле на пальцах. Ну, потрогай. Одинаково? Одинаково? Нет. Это что? А вот старшенькая Мила уже закрытыми глазами определяет, что и куда выбросить. Особенно контролирует пластиковый мусор. Ребенок знает, пластик в природе не разлагается. Сортировать отходы не только полезно для природы, но и весело, утверждает девочка. Я могу говорить об этом друзьям, учить их, раскладывать мусор, чтобы они потом передали кому-то еще. И это очень интересно, складывать мусор, искать новые пакеты, потом прыгать на пакетах, чтобы все вместилось. Виновница такой эко-привычки в семье, конечно, мама. Батарейки, лампочки, бутылки, железные банки. Ничего не выбрасывает в общее ведро, все сортирует и сдает в переработку. Заботится об экологии, состоянии планеты и детей этому учит. Говорит, это только на первый взгляд просто и весело. На самом деле, большая работа и над собой, и с каждым членом семьи. И тот же пластик нужно помыть и приготовить для сдачи, проследить за детьми, чтобы не смешивали мусор, а потом хранить пакеты с отходами до следующего вывоза. Но это того стоит. Дети едят все, что, я имею в виду интеллектуально, все, что дают им родители. Они все воспринимают на веру. Если я это делаю установкой, ну вот теперь так, у нас теперь такие правила. Все, теперь мы живем по таким правилам. Ну и представляете, какой базис формируется в сознании ребенка? Ну что вот не просто там кожуру банана можно или не можно выбросить, а у меня уже они реагируют в лифте, там бумажка лежит, они уже готовы ее поднимать. А сортировать мусор еще половина дела, потом его нужно сдавать в переработку. Где-то в городе можно найти специальные сортировочные баки. Но Саша ищет единомышленников в социальных сетях. Часто к ней приезжают волонтеры, выводят накопившиеся отходы. Здесь у нас, ну по сути, находится макулатура, по большей части слева стараемся ее складировать. И все, что по центру и справа, это пластик. Вот его сейчас здесь примерно грузовой автомобиль скопился. Мы скоро будем вывозить. Сергей Кириллов как раз один из таких людей, которые помогут избавиться от мусора. Несколько небольших контейнеров по городу принимают пластик, макулатуру и другие отходы бесплатно. Людей, которые задумываются о состоянии окружающей среды, с каждым годом больше, рассказывает герой. В Красноярске многие хотят сортировать отходы, но не знают, куда их потом деть. У кого есть автомобиль, они могут просто по дороге в один из наших складов завести свой пластик, макулатуру или что-то еще. Если машины нет у человека, никаких проблем. У нас есть, ну сейчас это уже можно назвать такой сетью волонтеров, то есть люди, которым тоже не безразлична экология. Мы говорим, когда вы в ближайшее время повезете свой пластик, например, к нам на склад, «Зайдьте, пожалуйста, вот ближайшие к вам адреса, такие-то, такие-то». И человек соглашается, очень многие соглашаются. Собранное вторсырье волонтеры сдают на переработку, и та же пластиковая бутылка не загрязняет почву десятилетиями, а идет на новое производство. По статистике в нашем Красноярске около 60% горожан готовы сортировать мусор. Переходить от слов к делу – это не так уж и сложно. Редактор субтитров А.Семкин